ну что пришла к нам головка новая на генезис новая новая совсем эпопея с генезисом у нас продолжается точнее даже пока начинается в общем я начал ставить головку всем привет вы на канале омзап меня зовут дмитрий и сегодня у нас ремонте автомобиль генезис 15 год пробег на этом автомобиле 100 тысяч там 140 чем-то километров вот человек приехал с проблемой что периодически у него то есть раз в несколько дней перегревается стрелка начинает зашкаливать и соответственно он доливает антифриз то есть так визуальных утечек нет опрессовку мы делали то есть никаких видимых нет утечек вот то есть есть подозрение что пробита какая-то из прокладок под головками либо 2 либо 1 вот гоняли мы ее то есть проверяли хотели выявить перегрев но в итоге во дворе у нас это не получилось сделать то есть во дворе у нас оба не верится видимо происходит только под нагрузкой в движении вот решили залезть эндоскопом цилиндры посмотреть если есть прорыв пробой прокладки то антифриз может попадать цилиндр и соответственно там будет нам это и поршни здесь я уже подразобрал под снял впускной коллектор чтобы можно было добраться до левой головки потому что правая как бы в доступе а левая накрыта коллектором впускном вот чтобы снять коллектор нужно сделать все вот это вот что здесь вы видите в принципе вот то есть уже эндоскопом лазили смотрели цилиндры получаются у нас по правой головки намытых нет поршни они как бы в нагаре таком вот а по левой уже все все поршни они как намытые такие то есть из чего мы сделали вывод что нужно снимать головки и смотреть то есть опрестовывать их мерить плоскость шлифовать вот и менять прокладку в принципе разберем и уже будет видно как бы на сто процентов в чем была причина ну соответственно будет меняться термостат будет будем смотреть помпу водяную мыть радиаторы то есть весь комплекс уже чтобы эта проблема не возвращалась ну все принципе сейчас сейчас попутно будут наверно видео вставки фото процесса разборки все до следующего включения двигатель двигатель здесь установлен трехлитровый маркировка двигателя g6 dg здесь можно будет видно вот объем 3 литра то есть в образная шестерка вот здесь установлена прямой впрыск вот вот нвд у нас топливный насос ну что пришла к нам головка новая на генезис новая новая совсем приятно смотреть то новенькая единственная она пустая без клапанов без ничего но новая так ну сейчас буду заниматься ее сборкой здесь у нас как раз с той старой головой головки у нас пружины клапана сухари толкатели вот клапана я уже почистил клапана почищены в принципе здесь все с ними хорошо износа нет выработки нет раковин тоже вот так что мы их не отписывали то есть клапана будут старые сейчас что устанавливаю новые толпочки клапана засухая его и потом буду заниматься регулировкой зазора потому что толкатели на новую головку там в любом случае будет разбег научи это дело подгонять так одну головку я уже собрал старый которая была у нас целая все здесь все собрано здесь уже зазоры все отрегулированы вот клапана здесь я притирал потому что там немножко были на седлах немножко раковина ну как бы там не так критично то есть чуть-чуть потёр и все плоскость на здесь слифована здесь 7 соток сняли вот принципе она была относительно ровно все эту головку я сейчас откладываю и буду заниматься новой головкой собирать и далее устанавливать весь у нас комплект прокладок на этот двигатель прокладки выпуска ну в принципе есть весь комплект 1 двигатель все уплотнения все что нам будет необходимо все сейчас соберу и тогда далее включимся покажем дальше апопея с генезисом у нас продолжается точнее даже пока начинается все в общем вчера я начал ставить головку и вот такая штука приключилась это резьба из блока вытянулась и соответственно головку я затянуть не смог созвонились с клиентом то есть объяснили ситуацию все согласовали в общем снятие двигателя будем отдавать на восстановление резьбы будем восстанавливать все все 16 рейс чтобы в будущем такого не произошло пока что я даже не знаю как его снимать таким образом я буду куда наверх вниз коробка без коробки сейчас пока это дело все сделает я посмотрю как будет проще вот созвонились с ребятами которые будут восстанавливать резьбы то есть принципе сказали что целиком разбирать не надо блог то есть принципе в таком состоянии можно его будет им отправить ну единственное навесное снять сейчас мы его достанем весь не она обклеим заклеим чтобы никуда там стружка не попала туда не надо и будем отправлять да ну вчера это был конечно неожиданно неприятный сюрприз так что блин я радовался вчера как как ребенок в кавычках так ладно чуть снимаем снимаем разбираем не отправляем прокладку надо будет новую заказывать потому что это уже начал обжиматься блины повторно блин ставить ее опасно в общем вот вот он наш двигатель снят в сборе с подрамниками с ходовкой с коробкой со всеми трехомудиями но так реально проще и быстрее чем надо ставать отдельно двигатель от коробки я думаю так как бы и задумывали корейцы все это снимать вот там у нас пустота так какие наши действия сейчас отсоединяем двигатель от коробки от подрамника у нас остается голый блок сборе снимаем навесное подушки все кронштейны шланги все что нам будет мешать вот заклеиваем здесь скотчем все заматываем чтобы у нас лишних отверстий не было чтобы стружка не летела куда попало вот и все отправляем это контура они будут восстанавливать резьбы сколько это займет я пока не знаю ну дня два наверно точно пациент упакован и готовка к отправке все отправим его на пересадку резьбы блин все отдаем его в хорошие руки и ждем возвращения короче пока наш оператор был на выходном вернулся блок восстановление резьбы с восстановленной резьбой все все резьбы восстановлены все 16 штук вот я уже подсобрал блок то есть до того состояния какими его снял с автомобиля без головок так ну теперь что ставим головки собираем дальше надеюсь сегодня получится у меня его собрать вот я так мне бы так хотелось но там так пойдет поддон я снимал тоже там мыл снимал поддон потому что здесь как бы все замывалось от герметика все это вымыл короче поддон полоснул на всякий случай чтобы мусора не было в нем так принципе в принципе вот так и снимать вместе с головками было бы нам намного проще на будущее буду знать единственный момент сейчас прокладки я буду все-таки обмазывать немного герметиком помадывать тонким слоем потому что потому что потому что уже были случаи прокладка оригинальная но все равно начинает здесь подтекать бен антифризом и чтобы перестраховаться тоненьким слоем по контуру я пройдусь вот сняли мы радиаторы с генезиса но как бы в принципе в принципе не так же плохо вот есть немного пуха но в принципе соты все просвечиваются вряд ли что это явилась причиной данной неисправности скорее всего это просто заводской брак вот блоков потому что резьбы пластилиновая не знаю может они хреновый сплав там применяют в этих блоках вот но в любом случае мы сейчас их будем промывать чтобы блин охлаждение охлаждение двигателя было максимальным максимально эффективным вот радиатор кондиционера в целом тоже неплохо здесь пониже чуть-чуть уже начало заменать соты но это не критично клиенты уже уже промывали радиатор но на автомобиле то есть не снимая не снимая с автомобиля просто на мойки как бы через банк и они пытались там мы но лучше лучше все-таки снимать радиаторы разбирать весь пакет радиаторов и по отдельности каждый радиатор вымывать напором воды под высоким давлением потому что если просто на мойке это все дело мыть вы получается смываете эту грязь с первого радиатора как правил идет кондиционера стоит первым и все это говно летит на основной радиатор и забивает его окончательно вот поэтому лучше лучше снимать и вымывать их тщательно так цепи у нас установлены головки соответственно прикручена волы прикручены по меткам что касаемо меток и так первая цепь у нас на левая головка получается здесь есть меточка и здесь вот еще две то есть должна они должны смотреть наружу головки то есть на головку на плоскость это 1 здесь 1 здесь вот здесь еще 2 меточка не смотрят друг на дружку и здесь уже метки именно для цепи вот так же метка вот там вот на шестереночке есть метка ну то есть сейчас уже не видно вот там вот есть тоже такая . соответственно и цветное звено масляный насос ну здесь принципе метки нет здесь всего можно ставить как хочешь главное не забыть затянуть болтик так она не снимается нужно откручивать шестер здесь обычная резьба бывает еще левая на сорренто по моему будьте внимательны пробуйте потихоньку может быть левая резьба здесь правая ну здесь так же самое по правой головке здесь цветные звенья цветные метки и эти метки нас смотрят наружу эти внутрь и соответственно здесь тоже все помеха натяжители уже отщелкнули сейчас осталось только прокрутить двигатель несколько раз чтобы убедиться что у нас клапана не упираются в поршни головки кстати затянулись нормально то есть все никаких непредвиденных обстоятельств у нас не было вот это у нас новая головка здесь я не помню говорил не говорил зазори все выставлены там принципе ну в доктор что все было единственное два стаканчика я местами поменял чтобы попасть зазори в допуске и в целом как будто объем с ней не было шпильки тоже ставят перекручены так ну все сейчас я иду отмывать лобовую крышку переднюю буду закрывать перейдут в общем двигатель у нас окончательно собран все все прикручено все подключено проводка шланчики все сейчас буду устанавливать ну ладно это сейчас будет опускаться и там уже будет двигаться и так эпопея с генезисом нас подходит к концу вот двигатель установлен весь пластик почти что пластик весь уже сумма осталось там дурники поставить короче мелочевка так двигатель уже запускался двигатель работает нужно прокачать систему охлаждения вот то есть прокачать систему проверьте полностью чтоб сработали вентиляторы чтобы все работало в штатном режиме масло залито соответственно давайте запустим посмотрим как работает послушаем двигатель запущен включен на горячий что как в общем то неплохо прикольно пойдем посмотрим что то фриз по чуть-чуть уходит попаду не попаду попал небольшой лайфхак если хотите чтоб пластик блестел просто натираете антифризом как завода двигатель работает ровно хорошо ничего не стучит не гремит все жидкости залиты по уровням автомобиль прогрет воздушная трубка выгнали воздушную трубку системы охлаждения в общем все хорошо ничего нет сейчас единственное сполоснем автомобиль потому что за месяц он просто превратился в комок пыли сейчас сполоснем выгоним на улицу и будем звонить клиенту пойдет пойдет дождь все автомобиль готов он эдуард уже звонит клиенту с радостной вестью так все в принципе все погрелся сейчас прокатились кружочек на нем едет он хорошо проблем никаких нет ошибок нет то есть компьютер подключались все ошибки то есть которые были за снятие аккумулятора все по удаляли вот какой какой итог вывод если у вас генезис но в принципе любой в 6 алюминиевый с алюминиевым блоком если у вас начинает давить газы в систему охлаждения то будьте готовы что придется снимать двигатели и восстанавливать резьбы просто заменой прокладки и дело может не обойтись подписывайтесь на канал ставьте лайки приезжайте на обслуживание на ремонт и удачи на дорогах удачи удачи Продолжение следует...